Новые права. В Казахстане со 2 марта этого года вступил в силу закон об ответственном отношении к животным. Новая форма. Для населения города представители отдела жилищной инспекции, председатели ОСИИ ПТ провели онлайн-совещание. В Казахстане со 2 марта этого года вступил в силу закон об ответственном отношении к животным. Нюансы отлова четвероногих уже давно обсуждаются всеми неравнодушными. Отлов собак и кошек преследует цели профилактики и предотвращения распространения особо опасных заболеваний животных. Помимо этого, исключение случаев нападения и укусов на человека. Разработанные изменения вызвали большой резонанс у населения. К дате вступления в силу данного закона, уполномоченным органам в области ответственного обращения с животными, это Министерство экологии, разработчик данного закона, не были разработаны и утверждены необходимые для его функционирования подзаконные акты. Это правило. Ветеринарные станции сокрушаются, что недоработанный проект закона связывает им руки. Теперь у их деятельности есть риск попадания под уголовную ответственность при некорректной трактовке. Это значит, что может появиться группировка провокаторов, которые будут желать обогатиться за чужой счет. На сегодняшний день при данных обстоятельствах нет возможности осуществлять отлов бродячих собак и кошек на территории города. Кроме случаев, когда есть прямая угроза жизни и здоровью населения города. Поэтому просим жителей города, ставших свидетелями или пострадавшими от агрессивного поведения животного или животных, обратиться с заявлением в отдел полиции и с уведомлением горветстанции по телефону 699-93 для применятия мер. Накануне сотрудники ветстанции и городской СЭС провели круглый стол. Там также обсуждался вопрос по отлову бродячих животных и было отмечено, что с начала 2022 года от нападения собак пострадало 45 балхажцев. Ну если не стерилизовать, то у нас собаки в нашем, так сказать, Казахстане, в регионе, они бицикличные. То есть они приносят приплод два раза в год. И если даже из расчета по 4 щенка на одну самку брать, то одна самка в течение года минимально может принести до 8 щенков. То есть поголовье может увеличиваться скратно. При отлове не допускается умерщвление животного. Умерщвление животного допускается только в следующих случаях. Первое – это прекращение страдания животного при неизлечимых болезнях. Второе – при получении нежизнеспособного приплода. В третьих случаях – это регулирование численности диких животных. В четвертых – это в случаях нападения животного или животных на человека, животных в иных случаях, когда животное представляет угрозу жизни или здоровью человека и животных. В Балхарскую городскую ветстанцию за 2021 год поступило 229 заявок на отлов. За неполных 4 месяца 2022 года уже 121 заявок. Каждую специалисты должны отработать. В большинстве случаев в стае собак бывшие домашние питомцы. Оно хорошо то, что что-то началось и хотелось бы, чтобы это довели до конца, чтобы все отработали, все какие там документы, все что положено, чтобы все довели до ума, чтобы был не просто отлов собак, а чтобы их в дальнейшем лечили, стерилизовали, ну все как положено, чтобы помощь была приютом. Вот. Также хочется сказать несколько слов, что, опять же, вот почему у нас все эти проблемы возникают, потому что животные оказываются на улице из-за недобросовестных хозяев. У нас недобросовестные хозяева не только те, которые выбрасывают животных, поиграются, поиграются, выбросят, но и те, которые держат. Они почему-то очень многие отпускают животных на самовыгул. Вот. Из-за этого случаются всякие беды, неприятности, животные размножаются в большом количестве, также попадают в беду и могут, ну, в общем, всякие неприятные ситуации случиться. Для населения города представители отдела жилищной инспекции и председатели ОСИИ ПТ провели онлайн-совещание. На брифинге были затронуты темы новых форм управления многоквартирными жилыми домами и создание объединения собственников имущества и простого товарищества. Их работа будет осуществляться по схеме «Один дом – один орган управления». Подробнее о преимуществах новой формы управления поделился председателем ОСИИ Жилдус. Самым практически первым созданием ОСИИ у нас в городе в декабре 2020 года. Хотелось немножко рассказать. В июле месяце мы заключили договор с сервисной организацией «Инжиниринг». Прямо очень здорово получилось. У нас замечательная управляющая цель Ксения Викторовна. До сих пор у нас какие-то пошли дела по дому. Мои жильцы сразу оценили преимущества ОСИИ, все поняли и согласились. У нас два счета. Эксплуатационный, с которого идет оплата за сервисную компанию, с которой идет оплата за обслуживание слесарей, сборника, юрист, бухгалтер. Это все идет у нас оплата с эксплуатационных. И у нас есть накопительный счет, с которого идет оплата по ремонту. Жители многоквартирных домов до 1 июля должны упразднить КСК и создать ОСИИ или ПТ. Всего в городе около 600 жилых многоквартирных зданий. Из них больше 30 перешли на ОСИИ, оставшиеся приняли простое товарищество. На брифинге представители ответили на интересующие вопросы населения. Какая средняя оплата ОСИИ? Я имела в виду чего ОСИИ? У нас есть коммунальные и есть ремонтные. Все это зависит от желания и сборов жильцов. Жильцы сами устанавливают тарифную ставку, оплату квадратных метров платины. Также по ремонту, также и у обслуг, значит, текущий ремонт. Были ли сложности при открытии ОСИИ? Если да, то какие? Ну, основного сложности не было, потому что мы обратились сразу в Ахимат Даньяру ЗКХ. И он подсказал, дал пакет оформления ОСИИ. И мы по этим направлениям шли, оформляли. В Балхаше очередной предприниматель по программе ЕМБЕК реализовал свою бизнес-идею. В 2021 году их количество составило 110 человек. Саулия Касимова всегда мечтала о своем ателье. Женщина обратилась в центр занятости для реализации своих идей. После освоения всех тонкостей ведения бизнеса и успешной защиты проекта, Саулия получила государственный грант в размере 583 тысяч тенге. Сейчас ее ателье набирает обороты. Раньше я работала по найму. Сейчас получилось осуществить задуманное. Открыла ателье и приобрела все принадлежности. Купила две швейные машинки и парогенератор. Для болхарских учителей на базе Творца Школьника проведен большой семинар. Городским отделом образования совместно с лабораторией социально-психологического сопровождения регионального научного практического центра Сары Аркада Рены провели семинар-тренинг для заместителей директора по воспитательной работе, педагогов-психологов, социальных педагогов и классных руководителей. Основная задача – повышение профессиональной педагогической ответственности и значимости. Командные работы в учебном процессе. В семинаре приняли участие около ста педагогов. Небольшим отрывком семинара поделился руководитель лаборатории социально-психологического сопровождения. У нас есть очень много назиданий Абая. Но последнее, которое я сегодня давала педагогам, там есть бесподобная вещь, слова Толстого. Что воспитание – это трудный процесс только тогда, когда ты считаешь, что ты должен кого-то воспитывать. Там детей, кого-то другого. Но когда ты понимаешь, что все зависит от тебя, и ты понимаешь, что все очень просто. Для этого надо просто быть самому примером. И самая главная задача тогда становится, а каким я должен быть для того, чтобы мои дети были успешными, счастливыми и чтобы моя страна процветала. Редактор субтитров А.Семкин